Здравствуйте, дорогие друзья, юные натуралисты и все люди, увлекающиеся биологией и наблюдениями за природой. Сегодня 24 апреля, наступила весна 2019 года, и мы начинаем, продолжаем наши наблюдения за природой. Вот, как вы знаете, вернулись холода, побаловала нас природа где-то неделей тепла, а потом вернулись холода. Мы все, конечно, ругаемся, мерзнем, ждем быстрее бы тепло, но, как говорится в науке, и отрицательный результат – это тоже результат. Поэтому вот этот возврат холодов нам предоставил замечательную возможность рассмотреть цветение деревьев в таком вот миниатюрном плане, когда мы можем рассмотреть зачаточки их будущих листочков в таком зачаточном эмбриональном состоянии. То есть пришедшее тепло, они сразу стали развиваться, а потом возврат холодов их затормозил в развитии. Такое бывает нечасто, потому что если бы тепло стояло, это буквально за один-два дня бы произошло развитие, и они бы уже стали крупными, те, которые мы привыкли видеть на всем протяжении оставшегося лета. И вот я гуляю с собакой, то одно деревце на нашем маршруте, то другое, встречу рассмотрю. И с собой всегда у меня баночка, небольшой пузыречек для интересных объектов биологических, вот я их собираю. Сейчас мы это все посмотрим под микроскопом. Съемка ведется при 40-кратном увеличении, при верхнем освещении. Вот, например, первый объект, который мы сейчас рассмотрим, это сережки нашего любимого дерева березы. Вот посмотрите, здесь она уже начала производить пыльцу, пыльцевые зерна в обильном таком состоянии мы можем рассмотреть. Вот, и прям буквально вот я их принес, она там два дня у меня полежала, и вся осыпалась. Вот только остатки, да, которые приклеены на клейком и веществе остались. Вот она наша береза, красавица. Давайте перевезем на стократное увеличение. Вот, сейчас мы смотрим это при 100-кратном освещении. Вот, здесь помедленнее буду вращать объектив, чтобы увидели эти пыльцевые зерна. Вот, и тут у нас берез, возвращаемся на малое увеличение. Дальше у нас карагач, в проснороде или по-научному вяз наш. Вот тоже, посмотрите, он уже начал цвести. Тоже уже вся природа торопится начать жизненный цикл, начать процесс размножения. Вот, это относится к категории ветроопыляемых растений, потому что еще насекомые не так активны. И вот еще мне скажите, пожалуйста, вот из зацветших растений я только сейчас на данный момент видел одуванчики. А деревья, смотрите уже сколько, береза, вяз, ольха, вот я встретил. Деревья уже многие проснулись и начали цвести. Скажите, почему они, деревья, начинают свой жизненный цикл раньше, чем растения? Подумайте над этим, да? Подумайте над этим. Так, что у нас еще интересное? Ну, вот этот какой-то вот красный вид тополя. Тополь. Так, ну-ка. Сам цветок у него темный, поэтому освещение подобрать. Ну, вот оно. Освещение подобрать не так просто. Вот смотрите, насколько он волосатый, да? Вот это мы стояли с своими учениками, разговаривали, и вот они спросили. У них во дворе два разных вида тополя, оказывается. На одном были липучки, на другом не были липучки, липучек. Ну, так вот. Может быть, мужской, женский. А вот этот вот, посмотрите, я так и пока еще точно вам сказать не могу, что это за объект. Но мне кажется, это зачаточки будущих листьев у березы. Потому что сережки, они другие. Вот ихнюю пока, к сожалению, биологию размножения березы я вам сказать не могу. Но я вижу, что уже на ней есть крупные сережки висят. Вот есть маленькие, которые. И вот третий вид, так сказать. Мне кажется, это зачаточки будущих листьев. Вот годовой прирост, который в этом году. Давайте на стукратное переведем, посмотрим. Вот они. Как этот, застежка, да? Очень плотно-плотно они здесь нанесены, эти чешуйки. Эти чешуйки. Ну, ботаники, вот дендрология, наука о деревьях меня, может быть, поправят. Вот я не претендую на то, что я все знаю, точно говорю. Моя задача – это отснять как можно больше видеоконтента, видеоматериала, имея пока вот такой чудо-микроскоп, который у нас есть. А потом мы уже это будем озвучивать и более точно говорить. Дальше движемся. Следующий объект у нас. Ой, не вспомню, потому что дня два назад я его взял. Дня два назад я его взял. Точно не могу сказать, с березой или с какого-то другого дерева. Но чем-то он привлек меня. Чем привлек? Тем, что он цветет, уже развивается. И вот этот вот тоже интересный цветочек. Вот смотри, здесь очень крупные пыльцевые тычинки. Посветим давайте получше. Они очень крупные здесь. Тоже очень волосатые, да? Значит, здесь у них приспособление еще к опылению насекомыми. Если очень высокая волосатость у цветов, это для того, чтобы взаимодействовать с насекомыми. Это вот стукратное увеличение. Вот посмотрите на рыльце на самом кончике. Трубочка, так называемая. Они же разные есть строения цветка. Язычковые цветы. Вот этот, похоже, язычковые цветы. Таким образом, поздравляю вас с приходом весны. Потому что лето для биологов – это самое идеальное время для наблюдения за природой. Все оживает, все летает, цветет. Все бесплатно под ногами. Самое главное, что не надо никуда ехать с экспедиции. Просто ходи и приглядывайся. Ходи внимательно и наблюдая за природой. Как она сегодня, как она будет через два дня, какие произошли изменения. На данный момент мы зафиксировали с вами, чем у нас живет природа в данный момент, растительный мир, древесный. Советую всем приобрести микроскоп. Сейчас они недорогие. Можно за пять тысяч купить. И вот посмотрите, как интересно наблюдать. Как вашему ребенку будет интересно. Это я еще лужу не зачерпывал. Мы еще не посмотрели, что у нас лужа обитает, что там плавает сейчас. Но даже просто вот эти структуры рассмотреть. Тоже очень интересно. Зрительные образы. Зрительные образы. Это вот чешуйки отдельные, отслоившиеся уже от вяза. От цветков вяза. Особенно, как это ни парадоксально, микроскоп будет полезен не только биологам, но и художникам. Потому что рассматривая под увеличением разные объекты, разные объекты мы, художники будут черпать в них зрительные образы для своих будущих картин, которые невооруженным глазом никогда не увидишь. Ну, до новых встреч. Наблюдайте за природой. До новых встреч.